Друзья, добрый день. Сейчас снова на обзор попала сушильная машинка Deo. Это уже третья, которая попадает на обзор. Здесь их просто попало в прачку, где их сразу несколько штук. В чем ее плюсы Deo? Вы знаете, на практике я их, честно сказать, не очень люблю, эти Deo, потому что, знаете, как вот Samsung, у них есть плюсы. Например, вот эта вот пузырьковая технология, пара она здесь называется, и компания Deo ее придумала еще в 2001 году. А Samsung в 2012 объявил ее как супер-пупер технология, эко-бабл, пузырьки и все такое. Потом это поставили LG, то же самое, пар воткнули и сказали, что это вообще революционная технология. А у Deo она была с 2001 года. Ладно, давайте пробежимся вкратце по этой машинке. Она у нас 10-килограммовая загрузка, реально 10 килограмм. Смотрите, у нее тоже бак под небольшим, с барабанным углом. Вот, сейчас. Он действительно большой, действительно большой. Сюда помещается много. Из фишек барабана, вы знаете, у них интересно сделали, что обычно, например, у Мили или у Боша, у них технология такая, что вот эти вот выпуклости идут у нас во внутрь барабана. Например, там сотовая структура у Мили или что-то еще. Здесь они сделали, туда воткнули и сделали еще такие пузырьки, которые торчат. Я не знаю, как она стирает, вы знаете, ничего не могу сказать. Из фишек то же самое они придумали. Вот, вода набирается в ребро и отсюда поливается сверху, когда вода перебирается. Ну, переливается наверх. Это из плюсов. То есть, посмотрите, плюсы. Наличие сушки, ну, правда, это отдельный разговор, какая она, но она есть. Большой люк, бак под углом, интересная конструкция барабана и, в принципе, относительно у нее она глубиной 70, а вот шириной она у нас стандартной 60. Это плюс. Красивенькая. В этом есть определенные, определенные плюсы. Давайте пробежимся вкратце по программам. Ой, смотрите, ну, включение-выключение. Здесь, правда, все, по-моему, на поиском, если я не ошибаюсь. А, да, вот эту пузырьковую технологию. Тут можно поставить отдельно сушку. Вот она, например. Сейчас я вам покажу. Вот она, час или два, или полтора, или два часа. То есть, стиральная машинка толком не понимает, сколько сушить белье. Это из минусов. То есть, она его сушит по времени, а не по остаточной влажности. Я не знаю, хорошо это или плохо. Выбор температуры у нас происходит вот здесь. Вот он. Из минусов, что нельзя определить окончательное время. То есть, она может показать, например, с паром или без пара. Можно поставить вот с дополнительным полосканием. Но, смотрите, в том еще фишка. Уровень воды можно поднять. Например, два полоскания и уровень воды у нас поднятый. Вы знаете, не готов сказать, что это такое. Это, по-моему, отжим. Да, это отжим. Это у нас класс отжима. И, да, пар, пранье, плуканье, это полоскание, отжим и сушка. То есть, у нас здесь есть все. Если мы нажмем сейчас старт, то стиральная машинка заработает. Сколько она будет стирать, не могу сказать, но тоже как бы немало, потому что здесь стандартный ТЭН на 2 кВт, а загрузка у нас 10 кг. То есть, она у нас не двухфазная. Сейчас я посмотрю еще по наличию горячей воды. Так, горячая вода у нас в этой машинке не предусмотрена. То есть, только холодная вода. А учитывая, что у нее мощность, хотя тут написано, вон, cold и hot, у нас hot отсутствует. То есть, горячая вода. По классификации, а, здесь ее нет, но я тоже думаю, что она около 3 кВт. Итого, конечно, если вам такая машинка попадается в очень хорошем состоянии, то, вы знаете, можете купить. Но из минусов. На них нет запчастей. Это немножечко небольшая есть проблема. На них очень сложно достать запчасти. Но, знаете, она как мили. Они почти не ломаются. Ну, действительно, я понимаю, что может кто-то не согласится. Если не согласны, пишите в комментарии, только без всяких там матьюков и гадостей. Как это многие любят делать. Поэтому попадается дешево, скажем так, если вы такую машинку, грубо говоря, найдете долларов за 300, то я считаю, что ее можно взять. Если она будет стоить 400-500 и выше, то я бы вам не советовал. Из плюсов также еще хочу заметить, что здесь у нас стоит инвертор. Сейчас, вот он. То есть, здесь у нас инвертор еще стоит по двигателю. То есть, она у нас бесщеточная. Это плюс. Но, не дай бог, он сгорит. Это серьезный минус. Вот. В принципе, наверное, все. Да. Если бы я понимал окончательно в польском языке, я бы вам пробежался по программам. Не знаю. Не могу сказать. Вот есть такая машинка. И все. И, в принципе, она работает. И люди, которые на ней стирают, говорят, что достаточно неплохо. Все. Если вы понимаете в стиральных машинках, вы знаете еще, например, поставщика запчастей, где можно ее купить в Европе, потому что в Украине ее почти нет. Я не знаю, как в России. Если в России есть поставщик ДЭО запчастей на стиральной машинке, напишите внизу. Я хоть буду знать, что такое есть в России. Потому что в Украине, я вам честно скажу, с этим большие проблемы. Поэтому машинка, если до 300 долларов, включая даже 300 или 350 долларов, покупайте. Если выше, не рекомендовал бы. Все, друзья. В общем-то, большое спасибо, что смотрели. Если видео было полезно, ставьте лайк. Подождите. Да. Вот у нас. Ой, добрался. Да, я просто не увидел. Вот ее модель. 50 Гц, видите, 2150 Вт. То есть за счет инвертора. То есть цен у нас 1,9 кВт. Чистый поляк. DE.PL. Вот. Полант. Значит, стирать будет на 60 градусов не меньше 2,5 часов. Не получится. Она быстрее не нагреет при полной загрузке в 10 кг. Все, друзья. Всего хорошего. Счастливо. Пока. Счастливо. 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 Счастливо.